Дмитрий Ярош, лидер правого сектора у нас в студии. Добрый вечер. Вопрос к вам как к человеку, который два часа назад вернулся с войны. Мы только что сами видели материал относительно стены. Вот эта стена, она нас защитит от российских градов, от российских танков, от российских воздушных обстрелов. От чего она нас... Зачем она нам? Ну, вы знаете, это вопрос не является однозначным, как на меня. С одного боку, нам нужно облаштование кордона, но с другого боку, мы не контролируем величезную часть нашего кордона. Это раз. А по-друге, я 8 дней провел в оперативном оточении под Саурмогилой в Степаневце, когда нас, власне, обстреливали российскими градами и ствольной артиллерии, и чудово усвідомлю, что никакая стена не допоможет нам вырежать что-то, конечно же. Поэтому, в первую очередь, мне кажется, что сейчас требуют те деньги, которые выделяются на облаштование кордона... Я хотел спросить, куда вы ведете? Так, так, так. Их лучше направить на переоснащение украинской армии, на забезпечение украинской армии, ибо, как бы ни была великая такая стена, если нет духа в гарнизонах, в военных частях, соответствующего духа, соответствующего обеспечения, то, конечно же, мы имеем все шансы програвить военный конфликт. А нам его необходимо выиграть. Спасибо. Второй вопрос. Вчерашние события на Банковой, позавчерашние, о администрации президента, да, когда срочники пришли нацгвардии митинговать. По вашему мнению, это... Точнее, не напоминает ли вам это государственный переворот? Или это действительно... Точнее, репетицию государственного переворота? Или это действительно был такой митинг недовольных, как вы считаете? Ну, видите, на мой взгляд, правильная национальная гвардия сейчас воюет там, на сходе Украины. И это классные батальоны, которые сформированы самооборонно, и они будут активнее боевые действия. Это то, что там, помимо бойцов и тех солдат, о которых, вы говорите, были и другие какие-то категории, персонажи. Ну, да. И, насколько я знаю, Служба безопасности Украины дала информацию, что все действия были скоординованы 18-м отделом Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Поэтому, понятно, что есть зацикавленные люди и государство врага нам, которая хочет раскачивать ситуацию в Украине. Таких вещей под час ведения боевых действий не можно допускать ни в каком случае. Хорошо. Российский след – это как бы одна теория, а какой-то украинский след. Кому может, политикам здесь, кому это может быть, вы говорите? Я, конечно, не ориентуюсь так хорошо в тех политических раскладах, которые есть, потому что большинство своего времени определяет все-таки войсковым действиям. Но слышал про то, что там какая-то конкуренция за Министерство обороны и так далее. Не исключено, что кто-то в Украине так же был зацикавленный. Ну и, наконец-то, снова-таки повернусь до той темы. Пятая колона Москвы у нас присутствующая, на превеликой жаль, в органах государственной влады и, соответственно, в силовых структурах тоже. Донецкий аэропорт. Вы там были? Потому что наши журналисты, по-моему, вас там видели. Что там сейчас происходит? В Донецкий аэропорт меня, честно говоря, не пускают, хоть мой командный пункт за километр от Донецкого аэропорта находится. Я занимаюсь, власне, обеспечением обороны, ротацией наших подразделений в Донецком аэропорту. И, соответственно, те хлопцы, которые там служат, из добровольчо-украинского корпуса, правый сектор, из подразделов Збройных сил Украины. Ну, это уже такое боевое братство и символ, певный опору российской оккупации, российской агрессии. Спасибо. Вы видите, что творится. Ну, бачите, правый сектор. Дмитрий Ярыш был у нас в студии, лидер правого сектора. Два часа, как приехал с войны.